Для многих родителей уже давно не секрет, что устроить ребенка в детский садик стало серьезной проблемой в Донецкой области. 8 тысяч мест не хватает сейчас в дошкольных учреждениях региона. Руководство области об этом знает и потребовало от управления образования кардинального решения проблемы уже в 2012 году. Доручение, от которого у меня, честно вам говорю, очень политголова. Губернатор поставил, казалось бы, нерешаемую задачу ликвидировать в 2012 году очередь в дошкольные учреждения области. По данным Юрия Соловьева, в 2012 году в городах и районах области удастся увеличить прием в дошкольные учреждения на 6 тысяч человек. Для этого откроют 6 новых детсадов, будут добавлять группы в уже существующие, использовать различные методы. По некоторым местам проблемы еще будут оставаться. Конечно же, в ряде городов, районов это будет происходить за счет экстенсивного пути развития, а именно увеличения нагрузки на приема места. Но это также будет проходить и за счет строительства, реконструкции, возврата. Может быть, иногда и с борьбой мы сейчас занимаемся и этим. Начальник управления образования отмечает, что, несмотря на все проблемы, за последние 6 лет количество мест в дошкольных учреждениях области выросло на 20 тысяч. Впрочем, сейчас многих волнует и состояние среднего образования в области. В прошлом году было закрыто 14 школ, и это не может не беспокоить родителей. За время моей работы, за 5 лет, на 100 тысяч человек уменьшилось количество детей в общеобразовательных школах, а сеть остается прессой. Ну, не может это просто объективно, не может быть. Однако, в этом году руководство области поставило задачу сберечь систему среднего образования, то есть, по возможности, не закрывать школы. Максимально сберечь систему имеющихся учебных заведений в нашей области. И вот прошли утверждение программ социально-экономического развития городов, районов, и практически нигде не предусмотрены вопросы закрытия средних учебных заведений. Более того, Юрий Соловьев обещает, что в 2012 году в Донецкой области не только не будут закрываться средние учебные заведения, но и появятся новые. Это будет впервые и, наверное, впервые на Украине. Губернатор поставил задачу на 1 сентября 2012 года открыть фактически 4 новых школы. По одной новой школе должно появиться в городах Горловка и Янакиево, поселке Тельманово, там строится школа будущего, и в Святогорском изумрудном городе, лагере отдыха, который работает круглый год. Сергей Болдрев, Первый муниципальный. Сергей Болдрев, Первый муниципальный.